Я не могу не задать вопрос о поручении своих товарищей свободных профсоюзов Конфедерации труда России в вопрос, связанном с занятием. Сегодня многие работники, особенно те, кто трудятся на мельчайший бизнес, чья работа оказалась под запретными мероприятиями, кто не работает, не функционирует, эти работники, отправленные в отпуска за свой счет, находятся под угрозой увольнения и последние дни я получаю через одноклассники вконтакте буквально в посьбу людей прикинуть на фановские карточки 1500-200 рублей, чтобы нереально просто выкупить хлеб. В этой связи рассматривается вопрос не о подсрочке, а об обнулении налогов смельчайшего бизнеса, который оказался под запрет на своей работе сегодня, то есть кто не работает сегодня, и возможность выпуска заработной платы работникам, которые отправлены фактически примудительно на самоизоляцию, через фонд социального страхования, поскольку этот случай крайне пограничен с больничным листом, это государственная программа защиты здоровья населения от эпидемии. Спасибо. Спасибо. Ну, в двух словах, да, для того, чтобы понимать объемы, которые у нас соответствующим образом нагрузкой придут на все уровни бюджета, местные, региональные и федеральные, понимать, так сказать, что в ближайшее время, так сказать, нас ожидает, нам нужно вообще все посчитать, это те самые начисления, которые на сегодняшний день все снесены вправо на 6 месяцев. Вы говорите о том, чтобы обнулить все, ну а что обнулить? На сегодняшний день нужно еще осознать масштаб, да, который есть. Я просто скажу, приведу вам цифры, что у нас, ну вот уже на сегодняшний день мы понимаем, что у нас мы недополучим не менее 4 триллионов, не менее, сейчас еще посмотрим, что будет в мае, июне и так далее, это сразу 2 триллиона нефтегазовые мы недополучим, но мы можем их финансировать из ФНБ, и, соответственно, порядка 2-2,5, так, Антон Георгиевич, да, триллионов это не нефтегазовые, значит, то, что мы сможем на рынке УФЗ, на сегодняшний день Минфин уже выходит, так сказать, занять и так далее, и плюс еще те меры, это порядка уже на сегодня 1,4 триллиона, которые уже сегодня выделены. Сейчас следующий этап выделения. Я к тому, уважаемый, говорю, что нагрузка огромная на бюджет, все равно он имеет свое дно, и мы понимаем, что сейчас непростая будет ситуация, и при той ситуации на рынке энергоносителей, при цене на нефть, которая, ну, практически нас почти будет лишать НДПИ, да, налога на добычу полезных ископаемых, который примерно был четверть в консолидированном бюджете, то эта ситуация достаточно рискованна, сколько мы так сможем, скажем так, прожить в этом смысле. Поэтому для того, чтобы, значит, в этом смысле принять решение о реструктуризации списания, нам нужно все это дело посчитать. В ближайшие месяц-два мы будем эту информацию накапливать, но мы плечо подставили. Мы дали возможность на 6 месяцев, да, фактически никому ничего не платить. Ну, я имею в виду про МСП, о чем вы говорите, да, вот про МСП.